Краснокнижный Кертаха возвращает в Казахстан. Теперь это официальное название лошади Приживальского. Вчера в аэропорту Аркалыка уже встретили трех животных, еще четырех доставят завтра. Это большой совместный проект Казахстана, Чехии и Германии. Главная задача вернуть диких лошадей на их исторические места обитания и увеличить их популяцию в дикой природе. Татьяна Ковалева, которая приняла участие в этом историческом моменте, расскажет, как встретили животных в Казахстане. В аэропорту Аркалыка непривычно многолюдно. Все в ожидании необычных гостей лошадей Приживальского. Животных привезли на чешском военном борту. Лошадей вынесли не сразу. Иностранным гостям нужно было пройти таможенный и паспортный контроль. И прежде чем с трапа спустили первый вольер с животным, прошло немало времени. Вот он исторический момент. Прямо сейчас за моей спиной на казахстанскую землю спускают первую партию долгожданных лошадей. Их отправили из Праги самолетом в аэропорт Аркалыка. Теперь краснокнижных животных отправят в резерват Алтындала. Чуть позже стало известно, что вместо четырех лошадей в Казахстан привезли только три – двух самок и самца. Один из краснокнижных пассажиров почувствовал себя плохо по пути в аэропорт. Так как это состояние угрожало жизни жеребцам, и его не стали брать на борт и вернули в зоопарк. Вообще, все лошади из питомника Пражского зоопарка. Аэропорт Аркалыка – пункт транзитный, поэтому журналистам показали только мордочку Киркулана. Затем еще порядка 300 километров по бездорожью животных отвезли в центр реинтродукции Тургайскую степь. Именно здесь в течение года они будут жить в специальных загонах. Специалисты будут наблюдать, как животные проходят акклиматизацию и адаптацию. Место выбрано не случайно. Здесь очень хорошая кормовая база и много водоемов. Но самое главное – сюда не доходят домашние лошади. Это одни из таких богатых степных участков в Казахстане, где до сих пор очень низкая плотность домашних лошадей. Лошадь Пражевальская, дикая лошадь, может скрещиваться с домашней лошадью, поэтому нам необходимо не допустить наличия домашних лошадей на территории их реинтродукции. Загоны на самом деле очень большой площади. То есть это 56 гектар, это огромная территория. То есть они даже, может быть, там не будут подходить к краю забора, они будут находиться в сильно полугольных условиях. В мире сегодня насчитывается порядка трех тысяч особей лошадей Пражевальского. Большая часть из них обитает в Европе и Азии, около сотни – в Северной Америке. А вот в Казахстане в трех зоопарках – Алматинском, Шемкенском и Карагандинском – сегодня содержится 16 киртага. Еще пять обитают в национальном парке Алтын-Емель. Пока популяция диких лошадей в резервате Алтын-Дала не увеличится, доступ сюда будет закрыт для посетителей. По словам специалистов, в ближайшее время сюда привезут еще несколько лошадей из европейских зоопарков. В том числе из венгерского национального парка Хортовать, где киркуланы живут в диких условиях. Зоологи уверены, благодаря совместной работе с иностранными коллегами, у казахстанских ученых получится восстановить популяцию краснокнижных киртагы. А их табуны спустя время, как и полтора столетия назад, будут мирно пастись в казахстанских степях. Татьяна Ковалева, Каната Бильдин, Хабар.